Добрый день! Меня зовут Кольбин Дмитрий, и мы с вами находимся на площадке полевого города в Краснодаре. В компании «Сингента» запущен новый масштабный проект по увеличению биологического разнообразия опылителей в России. С этой целью здесь мы посеяли смесь луговых трав, которые засветают в поле раньше основной культуры и таким образом привлекают диких опылителей и энтомофагов. Давайте же пройдем в поле и посмотрим, какие же культуры здесь представлены. Здесь у нас посеяна смесь луговых трав, которая включает в себя 12 видов. Сейчас вы видите еще цветущую горчицу полевую, фацелию. Кстати, фацелия посеяна здесь недалеко отсюда узкой полоской. Также здесь присутствует клевер белый и клевер красный, которые вот-вот засветут. Уже, к сожалению, цвела гречишка. А, ну вот, посмотрите, цветет белым. Фацелия цветет синеньким, фиолетовым. Многочисленные опыты в Европе показали, что эффективность применения привлекающих полосок может быть различной в зависимости от рельефа, местности, размеров поля и ряда других особенностей. Когда мы говорим об опылителях полевых культур, в первую очередь опыление мы ассоциируем с медоносной пчелой. Однако ролик этих полосатых насекомых по сравнению с дикими опылителями составляет всего 10-15 процентов. Дело в том, что медоносные пчелы питаются нектаром и пыльцу используют только для кормления молоди. Кроме того, именно имея длинный хоботок, они в меньшей степени затрагивают пыльцу и участвуют в опылении. Опылители и энтомофаги могут стать дополнительным элементом интегрированной защиты растений, а также обеспечить правильное использование земель не сельскохозяйственного назначения. Кроме того, они могут увеличить рентабельность органического земледелия. Спасибо за внимание. До новых встреч!